помните была такая фабрика звезд хотя чего я спрашиваю конечно все помнят фабрику звезд про не уже снято куча роликов на ютюбе и даже сама яна чурикова завела канал где берет интервью у бывших фабрикантов но я тоже позволю себе ворваться в эту тему на территорию любови терлецкой и так в честь 8 марта давайте поговорим про недооцененных девушек фабриканток недооцененных по моему личному мнению и которых я очень люблю но вы если со мной не согласны или хотите еще кого-то вспомнить пишите пожалуйста в комментариях а я олег кармунин это истории русской попсы и напоминаю что у меня есть телеграм-канал называется русский шаффл там не рассказывают удивительные факты из мира русской музыки о которых не рассказываю здесь еще у нас там теплое общение в комментариях ну что поехали те кто смотрел в свое время первую фабрику звезд наверняка запомнили вот это странное выступление это юлия бужилова в роли девочки из фильма ужасов под метроном и бубен спела песню под названием я гуляю с собачкой в тексте слышно настоящая егор летовщина в холодильнике осень разбросала листья молока лакала скисла ла 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 как будто в следующем куплете она продолжит волосы на лице безумный взгляд и коричневое платье лютое выступление в прайм-тайм 2002 года я тогда сразу отметил юлию бужилову кажется она была самой странной на первой фабрике звезд и одной из самых талантливых ее песня колыбельная волкам до сих пор вызывает мурашки по телу он выходит каждый вечер он садится на качели да это выступление выглядит тоже немного странно но в нем есть определенный шарм согласитесь сама юлия бужилова родом из киева там ее нашел продюсер валерий белоцерковский и привез в москву а в москве уже юля познакомилась с продюсером игорем матвиенко и стала с ним работать еще до фабрики да например она написала текст песни группы девочки под названием и не надо жужу или в припеве ведь я такая красивая сегодня юлия бужиловой в то время было очень мало лет мне кажется лет 19 и она написала эту уютную женственную волшебную и красивую песенку я никому не скажу ничего не скажу и не надо жужу и да именно поэтому юля попала на первую фабрику звезд которую курировал игорь матвиенко ну а что вы хотели что просто так что ли с улицы люди попадают на такие проекты конечно же нет ну в принципе все логично на фабрике звезд юлия бужилова проявила себя как яркий персонаж мне кажется таких как она набирают в теле проекты чтобы в сезоне обязательно был какой нибудь яркий странный неконвенциональный персонаж который приковывает к себе внимание и вызывает пересуды мне кажется главная юлина песня на проекте трек под названием спи очень мощно я бы даже сказал эпично однако до финала юля бужилова не дошла и обидно вылетела из проекта я думаю многие поклонники из-за этого сильно переживали однако игорь матвиенко я так думаю понимал несправедливость этой ситуации и во всеуслышание заявил что он обещает юли бужиловой запись сольного альбома я хочу от нашей компании продюсерского центра моего же имени вручить юли бужиловой вот этот сертификат на сумму 1 миллион рублей для записи первого ее сольного альбома и съемок первого видео клипа девушки вручили сертификат на 1 миллион рублей а точнее ватман с надписью миллион альбома тоже почему-то не случилось и очень жаль потому что потенциал у девушки был огромный и кстати вот эту песню тоже юля бужилова написала жаль что ее нигде нет в авторском исполнении и еще у юли есть прекрасный фит с пашей артемьевым ну а единственная весточка с не вышедшего альбома песня под названием ты мне пишешь клип кстати снят рената литвиновой режиссера в кадре как обычно много но песня очень хорошая и да судя по фешенебельному клипу юля бужилова пыталась делать сольную карьеру но дело не пошло я не знаю почему потому что композитор она очень классный например она написала вот эти всем известные песни я думаю у нее бы получился прекрасный сольный альбом но она ушла в тень на роль сочинителя песен для других людей и учителя вокала в продюсерском центре игоря матвиенко не знаем свои возможности я помогаю найти развитие уникальные индивидуальные особенности там она до сих пор и работает меня зовут юлия бужилова я преподаю вокал в академии музыкальной игоря игоря матвиенко а мы продолжаем до были времена когда можно было стать звездой с помощью фабрики звезд и заработать много денег но стать звездой недостаточно ведь дальше будет проверка временем выигрывают те кто умеет адаптироваться меняться вместе с обстоятельствами использовать момент именно поэтому главные звезды в наше время это айтишники которые могут работать из любой точки мира и всегда в любой стране в востребованы так уж получилось что мы с вами живем в эпоху айти наши фабрики звезд вмещаются в монитор ноутбука войти войти можно даже без навыков программирования потому что существует такая профессия как тестировщик и бесплатный курс который поможет понять подходит ли вам это направление тестировщик проверяет работу сайта в приложении от него во многом зависит итоговое качество продукта поэтому спрос на тестировщиков растет сфера не требует технического образования и дает все плюсы цифровой профессии возможность работать удаленно увеличивать свой доход и быть востребованным специалистом на бесплатном курсе от нитологии вы узнаете как выглядит типичный рабочий день сотрудника сколько зарабатывают специалисты без опыта и какие есть перспективы вы разберетесь в видах тестирования и самое главное попрактикуетесь переходите по ссылке в описании или qr-коду на экране регистрируйтесь на бесплатный курс нитологии тестировщик быстрый старт войти а по промокоду попса у вас будет скидка 45 процентов на платные онлайн курсы нитологии желаю всем найти дело которое поможет реализовать себя и быть спокойным за свое будущее а мы продолжаем у юли бужиловы не получилось записать и выпустить альбом зато игорь матвиенко помог выпустить альбом другой неочевидной участницы проекта фабрика звезд 5 елене кауфман многие наверное запомнили эту стильную умиротворенную спокойную рок-песню и это удивительно особенно для незнаменитых участников фабрики у елены кауфман есть полноценный большой настоящий крутой альбом об этом наверное мало кто знает но я вам говорю послушайте альбом елены кауфман это настоящий алмаз русской попсы и рока наверное нулевых и все тебя искали мечтая и во сне любовь одна вода прохладна и светла снова я тогда было в моде наше радио и многие девушки брали в руки гитары и записывали вот такую вот музыку а а а а и а Вне зависимости от «Фабрики звезд», а сама по себе. Потому что еще до участия в телешо у нее был музыкальный опыт. Например, она принимала участие в проекте «Миссия антициклон», который продюсировал Леонид Бурлаков. Подразумевалось, что помогать с сольной карьеры Елене Кауфман будет именно он. Но девушка попробовалась через знакомую на кастинг «Новой фабрики звезд» и завертелась. Елена Кауфман сразу привлекла внимание всех поклонников «Фабрики». Красивая девушка сидела по углам «Звездного дома» и бренчала под гитару собственные песни. Правда, первым своим выступлением с Дианой Арбининой Лена расстроила телезрителей, потому что ее поведение на сцене было довольно странным. Да, ну ничего, бывает. Все изменил ее второй номер. Песня «Ты предал меня» – очень артистичная баллада под гитару. Абсолютный неформат для попсового конкурса. Круто! Да это ж круто! Ну а следующее сольное выступление было решающим, потому что именно тогда народ узнал ее главную песню – «Я отрываюсь от земли». Что уж тут говорить, это хит. И Матвиенко, который продюсировал девушку, очень внимательно ее слушал, хоть и выступала она под фанеру. К сожалению, Елена Кауфман недолго продержалась в телешоу. Участники предпочли ей веселого Мигеля. Три звездочки у Лены Кауфман и много всяких разных звездочек у Мигеля. Результат очевидный! Однако на этом ее история не закончилась, как это часто бывает среди фабрикантов. Елена Кауфман – основательница электронной группы «Трюфели». Это очень классная группа, которую я тоже советую послушать. Лично мне очень нравится песня «У тебя все получится». И мы продолжаем. Елена Терлеева – это самый драматичный персонаж за всю историю фабрик. Дело в том, что у нее отняли приз победительницы и отдали первое место другому человеку. Позже, спустя 10 лет, в этом признался сам продюсер проекта Макс Фадеев. Победительница фабрики «Звезд 2» является Елена Терлеева. Это была вселенская несправедливость, потому что Елена Терлеева была любимицей зрителей. Ее просто обожали и всегда за нее голосовали. Итак, первый место Елены Терлеевы! Ты в финале, нет? Ты уже в финале! Ну и голос у нее всегда бесподобный. Тебя постой, что случилось вдруг с тобой? И замечательные сольные номера. Нам, нам, небо откроет, а не там, там, останови дыхание. Да и дуэты тоже классные. Прячем слезы от посторонних, печали наши никто не понял. Кстати, одним из самых ярких номеров того сезона было исполнение песни «Два часа» в исполнении Гагариной, Терлеевой, Темниковой и Ржевской. И тут сразу было все понятно. Сначала пела Гагарина. «Два часа на двоих остаются нам с тобой». В принципе, хорошо пела. Дальше Маша Ржевская. «Улыбнусь снова и не слово». И Цокеи. Потом Темникова. «Захочу слово, но не слово». Молодец! Но самым сексуальным и запоминающимся соло было, конечно же, выступление Елены Терлеевой. «Два часа на двоих просишь памятник вернуть». «Захочу снова, но не слово». Просто вау! «Без руки песок, переменный ток. Сердце отключу, много не скучу. Без руки вода, просто не кеда». У нее был очень низкий, красивый, благородный тембр. И, естественно, Елена Терлеева полюбилась зрителям «Фабрики». Да и мне, в том числе, когда я смотрел сезон. Момент, когда она заняла второе место, я запомнил навсегда. Я не мог понять, как, почему, за что. Второе место – Лена Терлеева. Помню, я сидел перед телевизором и понимал, что этого просто не может быть. Что неужели весь народ, все зрители, они вдруг поменяли мнение и внезапно полюбили Гагарину. Я реально не понимал, что происходит. Позже Макс Фадеев объяснил, что это было некое коллегиальное решение продюсеров проекта. Типа, Терлеева не разговаривала, он так это объяснил. Что такое не разговаривала? Значит, она не могла ходить как победительница на разные ток-шоу, давать подробные интервью, ну, типа она плохо говорила. А Гагарина, она и пела, и говорила, и она была такой более понятной, конвенциональной участницей. И ей за то, что она разговаривала, отдали приз. И это очень грустно и очень несправедливо. В итоге Полина Гагарина работать с Максом Фадеевым все равно не стала. И Елена Терлеева тоже как-то выпала из обоймы. И всего, чего она добилась в жизни, она добилась сама. Люби меня, люби, а может быть будет легче. Люби меня, люби, да, я любила безответно. Собери солнце собою, а мне не нужно, берешь. Брусь, я уже не твоя, и не надо искать летом и зимой. Елена Терлеева до сих пор выступает. У нее два альбома, но в последнее время на сцене она появляется все реже. И очень жаль. Хотелось бы видеть ее почаще. Ну что, давайте двигаться дальше. И последняя недооцененная фабрикантка, о которой хочется рассказать, это, конечно, Маша Ржевская. Но у нее история значительно более короткая. Потому что, по сути, у Маши единственный хит. Но зато какой! Еще у нее была очень классная песня под названием «Зачем я ждала тебя?» Но хит «Когда я стану кошкой», конечно, вне всякой конкуренции. И она выступала с ним везде, как с коронным номером. Маша Ржевская участвовала во второй фабрике звезд. А в третьей была ее сестра Ксения Ржевская. И для того, чтобы не создавать путаницы, девушки поменяли фамилию на Ксения Ларина. И сестры выступали вместе. И живем вот так вместе празднуя. Только мальчики снятся разные. Но карьера у Маши Ржевской была недолгой. На одном из выступлений девушка познакомилась с топ-менеджером компании «Арс» Вячеславом Кормильцевым. И тут уже было не до сцены. Молодые поженились и уехали. Говорят, сейчас Маша проживает в Сингапуре и занимается дизайном интерьеров. И иногда выступает. На этом все. Друзья мои, напишите в комментариях, о ком еще из фабрикантов нужно сделать выпуски. Какие еще есть недооцененные герои этого телешоу. А я напоминаю, что мы находимся в руки-вверх баре на Таганке. Пока!